добрый день добрый день меня хорошо слышно очень даже замечательно значит несколько вопросов я вам задам потом вы мне вам когда когда удобнее выезжать сегодня или завтра ну готова готова конечно желательно чтобы сегодня вы там зато завтра полдня уже пройдет пока доедете игоря мы еще не дождались я даже не знаю он где вот можешь к нам подъехать володю забрать и дочь дочерей своих обоих забирай обязательно мам маленькой тоже полезно побыть и посмотреть но так старше это как звать дарья да ну да а то мы то я думал может ошиблись нет ну вот и все обратно зачем володина бумаги сейчас попросил написать он написал и что там ему надо сделать ему напомню про бумагу только скажу тебя бумага в кармане сделай все как положено но завтра когда пройдет все в трапеза пройдет там еще там у них еще есть там побудьте походите во сколько надежда васильевна обязательно забрать она там и она не приехала почему у нее там коробушки там разное там она не тяжелое может быть даже ну и все володя ты завтра возвращаешься ну полный то воскресенье имею ввиду после завтра после завтра ну да после завтра ну вот и все наказок нет никаких во сколько может сюда водя тогда надо звони или еще узнать где игорь то проехал нет даже не созвонились и позвони сейчас сейчас он на него узнает я считаю дорога хорошая и погода подходящий и на воскресенье даже до 13 градусов тепла у нас тут неприятность была с интернетом у нас от телефона и провод он двужильный идет над дорогой ну все нормально было вчера пошли большие машины тут пирс увеличивают где вода воду сталкивать чтобы больше площадь сделать эти большие огромные а у них еще сверху да еще там такое стоит и она порвали вырвали провод-то порвался и никак они приедем только вчера порвалось а сегодня но мы сами начали делать лестницу притащили на столбы володя лазил игорь приехал дыбунов держали там ну сделали у меня он заработал но они сегодня приехали ну и наши что мы сделали они оставили только перекрутили по-своему каким по инструкции положено ну и все и опять дальше тут с америки приехала при пришел один александр шереметьев ну разговариваем в это время раз прервала но я вышел они уже заканчивают так что меня долго не было тут разные причины были вот так а тут володя пошел где заходишь коридор храм то и там выключатель сломался лампочка перегорела он опять занялся тут а занялся начало вырубил свет время он точно не сказал сказал попозже а во сколько попозже не а где он приехал город до барнаулин ну вот так так володя на тебе еще ждать так когда он обычно долго ездит тут может с еленой ехать ну все вот это означение у володи это означает согласен руками раздевать ночевать-то а то можете поговорить можешь у люби ночевать а я володе советую у меня ночевать там меньше там лучше там есть у кого ночевать у любят он принимает ну и все постельные также брать с собой ну просто не всегда брать не спрашивайте потому что это потерять стирать там трудно и после надо опять стирать я всегда наказываю везде которые даем путевки чтобы брали наводочкой и две простыни наши остальное еще хлеба взять основное там все можно на месте достать едете в пятницу там всегда найдется что-то с собой всегда бери воды как знаешь спички топор чтоб лежал и мало ли чего где-то что-то срубить подложить я остаюсь один буду тут командовать кошек за некоторых отправили на на чердак там буду кормить все у меня как положено ну тут еще было несколько раз приехал ну позвонил я программисту это было позавчера наш виктор он направил а эти которые телеком не могли подправить а почему она здесь тут что-то случилось тоже еще позавчера было я даже не могу чем объяснить у меня большая рассылка была если вот в моем мире то у тебя есть там ссылка на электронную почву больше трех нельзя три а четверто она уже начинает кривые цифры давать если ты постигнешь ответишь она тебе приключить но уже на чеку поэтому а скайпе нету это определенного количества нельзя ну я и начал рассылать приглашение к молитве к занятиям ну ничего больше не было то ну и один она легко так раз два три три кнопки только нажал вылетела три кнопки переключил вылетела я почти 200 рассылок сделал по одному это защита чтобы рекламу всякую не распространяли поэтому я знаю она меня раз вырубила полностью все замечено у вас какое-то движение надо доказать что это вы чтобы вас на мне ничего не могу сделать все букву наберу все есть и код какой код где он код они даже вот сюда прислать а я им должен то отпечатать мне не присылают но я возьми да позвони этому вячеславу семёнову который крестился то в казань ну сказал он он на работе некогда он сразу нашему одному программисту другому и тот сразу звонит его не дозвонишься тут сразу прямо я приеду сейчас ну давай он приехал взял у меня телефон то а там смс где поступает у меня забито телефон это 10 лет я разу не заглядывал туда очистил все это эти цифры проявились он их набрал заработала даже не делаешь это во вред себе но потом еще заработала полейка пойдет что-то опять было выключила и не могли ничего сделать он тогда ночью приехал там другой программист и все здесь сделал мне нельзя но еще начинаю работать и вчера мы завтра но завтра то бы молодцы телеком нам на сегодня надо и посмотрела бы как мы тут лазили на столбах как я на крыше два раза залазил топоршился а это порвало притом и у столба промежутки здесь около дороги так как соединишь вверху то так мы там ставишь сделали метра три на крыше нашли и палку прислали доску тут подняли да протянули и чтобы люди головой то не задевали а там машины не тронули а эти сегодня приехали наши городушки добрали но все что мы сделали они все это признали и только свои там заклепки поставили все а я им за визиточки дал может ради визита говорю было так они так расположены поехали а машина длинная как газель еще и рукой машут коснулась но сказали я говорю сейчас так разговаривал с америкой тут и сразу прервала но я догадался приехали скорее туда а тут кое-кто выезжает надо срочно было сходить володи нету я тут один валенках ну и опять направилась и думаю вы там может заботитесь почему долго нету то есть было бы раньше я все сразу бы вышел а тут у нас одно за одним цеплялась и вот так ну еще посмотри что там надо с собой взять и подъезжай сюда мы не будем ждать этого если вы раньше поедете это лучше он есть еще так он там поможет дорогу знаете видите где там 176 километр 73 все вопросов нету сейчас через сколько выезжаешь ну я сейчас начну собираться и собирайся и все не предупреждая прям знаешь где двери заходи на володе сейчас подготовиться сел только и до свидания но все там разговоры какие были увидите никогда не реагируйте ни на что ты внутри знаешь сказала она там я феминистка лютая ну сказал она глупо и не понимает чего говорит феминистка это значит безбожница она пытается пирамиду перевернуть ну еще ты цепляетесь за слова там вот я то есть на сережу не так же было да я знаю этот дух феминизма да я не феминистка да да господь горит вся согласилась говорю хорошо хорошо всякая власть сказал что я я феминистка и все видишь всякая власть от бога златоуз говорит первая власть ворови установлена мужа над женою это в бог боже переворачивать никак нельзя по миске они даже очень наш не считает а он она ну с ума сошли сейчас в ролик то выставили ему семь лет ребенку то а суд она подала в суд за то что он ребенка надеваем штаны а я хочу чтобы на девочку так он мальчик она добилась того что его могут кастрировать семилетнем возрасте мальчика каким-то препаратом сделать и сфотографирована держит у него крест на груди видела это с ума сойти от америка счастливого мир и на стороне антифеминистка наоборот я на работе там вообще всех да они меня не любят потому что я как начну я говорю мужчина должен в доме командовать конечно и и на феминистки феминистки почти на сто процентов или так и есть или к этой группе относятся мало говорит традиционные то садомиты или разведенные разведенки ну какой мужик согласится чтобы ну конечно есть такие которые лишь бы лежать на боку она все ворощает он сам придал мужчина эта скала за которой она скрывается он обязан заботиться его не то что он мельтешился перед глазами она знает он поставил все квартиру дал дом есть все бог установил это не наша установка и вот я ребятам своим говорю еще вы сцепляетесь то за каждое слово ну ты медленно но покажи больше слова она же не против слова божия это ну и все по-хорошему видно что немножко он перебрал конечно но бог прости как говорится я прощаю и бог прости пословица на плевать да забыть да правильно я говорю у меня дочь сейчас думает куда поступать я говорю тебе куда поступать тебя одна дорога замуж и детей рожать все ты на работе даже в платке и уже это говорит что ты не феминистка все платке ни одна из них не ходит ты скажу такое а дальше ты я молюсь и словами до православие то вообще этого не слышно она бывает там где-то хочет по-своему сделать но она просто такая есть мамка такая у не было а какой зяты а ты поставь на место мама я теща вот у меня моя теща вот ее никто не учил неграмотная и моя мама неграмотная как они могли знать вот я что-то настаиваю на своем то я и вам сказать она не знает а мама моя сразу за надежда васильна заступаются игношенька да она же одна здесь мы-то все родня а теща ни разу за нее не заступила всегда на меня ты обязана слушайся наденька да что ты делаешь вот они как знали это все вот старые люди нам надо прислушиваться у меня мама тоже всегда она всегда была на стороне зятя и у меня это держала в рамках я понимала это я за это ее всегда уважала а ее детья всегда любили и они уйти еще золотая теща золотая мне приятно было а себе рассказывает богачок юрий он заслуженный артист ссср дочка чемпионка олимпийская сын олимпийский чемпион представь семейка какая а он запился его оттуда артист заслуженность советского союза это очень высокое звание было и его его и увидели его двое пришли к нему побеседовали баптисты православные мимо проходили смеялись над ним а а теперь когда обратился пить не стал поп через дорогу ну что христо продавец баптистом пошел понятно а он когда пришел домой первым делом говорит у меня главный враг была теща я пришел упал перед ней она увидела испугалась думает опять что-то артист придумал то она мне не верит а он плачу говорит я пришел собрание записка то покаялся мама я теперь другой но потом жена уверовала и так да они еретики да не сектанты но однако однако он первым шагом пошел куда теперь он играет а жена на какой-то такой я не знаю в меланчеле что большая и он поет свои стихи сложены у баптистов конечно голос отменный он знает выше ниже взять и кого не смотрю к ним и пошел чтобы петь какой бы обратно обратился где тот от них учишь сербы тем более все равно сектант у нас что только копеечку подать ему он лежит а он лежать не хочет без рук без ног без рук без ног и он с папой римским встретился с президентами встречался все желают его увидеть а вскоре во сколько скольким людям он открыл возможность бороться не не опрокидываться она же есть русский не кучич тоже парень без рук без ног ну да но такого знаменитого чтобы так быть он и купается там на ринге борется там бороться это не с чем-то он активный такой выступает гава боги говорит свидетельствует не с кем сравнивать то нету нас только около церкви блюдечка там подайте милостыньку а он не просит он все делает и главное замуж то вышла у него фотомодель какая то он все говорил жениться надо и лежит ребенок около него а ему там повязку сделали он его держит как в люльке это пример из примеров тут если одна нога не работает это уже не знаю что делать благослови его господи с богом я говорю о том что мы православные не активны и не видим что к талант зарыт но не в той оболочке не в той обертке как надо как мы привыкли поэтому вот этот талант должен проявляться божественно то есть ты должен прославлять бога что он через тебя да да но сейчас зашел с америки то беседовали ну и поговорили в конце я могу счета без бороды то православный да вот никаких вот выбрать бритву это власть над женой тебе дал бог то это божье украшение и она прикрывает все время с собой как шарф у меня горло никогда не замерзает ну понимаешь нет на пыльность пыль смотри пыль вот все нету а на коже на тебя раздражает и проще и скоблишься ну говори еще какое отрицание ничего кто-то не разрешает а этого на вещества вот она подали в казани то он на работает и ну в аэропорту и все отстали еще нету бороду ни одной волосинки не тронул вот и все тоже говорю для меня мужчина без бороды это вообще не мужчина я даже его слушать не хочу все разговариваю тут по рулетке то и одна такая такая физиономия я не пойму я тогда разговариваю а голос грубый ягодок вы хоть кто вы мужчина или женщина ну как так да я ну да как я тебя проверять я не понял я по верху по голове же сужу также курят волосы подри подрезаны и мужчины бритые еще удивлять это ну все ладно сестричка давай собирайся с богом я жду а так это у вас еще там снимать аппараты какие все с собой бери на телефон только на телефон ну ладно телефон что-то снимешь никого не слушай продолжай делать там на службе конечно никуда не лезть а когда уже обед там и прочее венчание будет все снимать надо где можно если володе нужна помощь помоги еще там провода подержать там свои ну все тогда жду давайте вези дочку сюда